Если вы не будете управлять нарциссом, то он будет управлять вами. Я клянусь, выполняю все твои желания, служить тебе верой и правдой, быть твоим верным рабом и служанкой. Если вы не хотите таких же взаимоотношений, как в данном видеоролике, то это видео для вас. С вами МФ, я его ведущий Крацев Сергей, и сегодня охотник станет жертвой. И вначале хотелось бы сказать вот что. Если вы сами не готовы меняться, если впереди угла у вас идут эмоции, если вы делаете свою манипуляцию только ради мести, если в вас присутствует какая-либо эмотивность или мягкость, не нужно манипулировать нарциссом, он раскусит вас очень быстро и последует контратака. Вам придется выработать немного качеств нарцисса, параноика, эпилептоида. Не бойтесь превратиться в монстра, ибо заложенный генетический ваш тип личности, он гораздо сильнее, чем тот, который вы пытаетесь себе воспитать. Выработав себе эти качества, вы научитесь действовать максимально холодно, расчетливо и эффективно. Теперь вы станете хорошо отлаженным механизмом, действующим безукоризненно точно. Помните, что в предыдущих видео я говорил, что отношение с нарциссом – это как бокс. Так вот, первое правило боксера – это хорошая защита. Действуйте как паранояльные. Подумайте, в чем ваша слабость. Как нарцисс манипулирует вами в данный момент? Если вы допустите ошибку в данных действиях, какое действие нарцисс произведет в ответ? Как он может навредить вам? Физически, морально, косвенно, напрямую? Ну, к прямому физическому насилию, конечно, нарциссы, как правило, не склонны. Склонны, однако, стоит выписать все возможные варианты развития событий на бумагу, так ваш план будет более структурным. Также выпишите на листок то, в чем сейчас вы зависите от нарцисса. Это может быть материальная зависимость, какая-то эмоциональная зависимость. И помните, что вам нужно повышать вашу ценность в глазах нарцисса. Если вы не можете на данный момент перестать полностью зависеть от нарцисса, вы можете хотя бы создать видимость, видимость для него, что вы от него не зависите. Он не должен иметь над вами материальную власть или думать, что имеет такую. Очень часто нарциссы специально загоняют людей в зависимость для того, чтобы больше контролировать их, чтобы человек под властью нарцисса испытывал постоянное напряжение, ну и, в общем-то, был более послушным. Приведу пример. Одна моя близкая знакомая начала встречаться с молодым человеком. Он, как водится, ограничил все ее контакты, подарил ей мобильный телефон и тем самым проник еще и в ее сети и полностью исключил ее из общения с ее подругами, друзьями и так далее. В общем, в чем суть манипуляции с подарком мобильного телефона, не буду углубляться в подробности. Коротко это выглядит примерно так. Я дарю тебе, дорогой мобильный, это как бы подарок, но мой. Кстати, это яркая черта нарциссов. Они никогда не дарят ничего до конца. Любая вещь, подаренная вам, это хитрый способ потом напомнить об этом. Причем они это делают хитро и весьма косвенно. Далее, они начали жить вместе. Он убеждает ее оформить договор квартиры на себя. Девушка, конечно, будучи эмотивным, она имеет эмотивный тип личности, соответственно, она соглашается и дальше что происходит? При первом же их конфликте парень разбивает дорогую стеклянную дверь в квартире и как бы уходит. Ну и, соответственно, девушка живет там денек, ей скоро платить за аренду, и хозяйка узнает о том, что дорогая стеклянная дверь разбита. Ну и, в общем, у девушки возникают сильные финансовые трудности. Она побегала, попрыгала, кредит ей не дали, ну и она решила вернуться к своему нарциссу. Чтобы такого не происходило, внимательно продумывайте все ваши шаги и действия. Нарцисс в моей истории не просто так разбил дверь. Ну, в плане эмотивности и ссоры, да? Он разбил ее специально для того, чтобы усугубить финансовые трудности девушки и ускорить процесс ее возвращения к нему. Ну и, конечно же, как она вернулась к нему. Она же наверняка просила прощения, унижалась и так далее. Чувствуете, чувствуете? Сладеньким запахло. Помните, что проблема нарциссизма не решается в одночасье. Она не решится сама собой. И зачастую нарциссы сами страдают от своих действий, так как постепенно люди не выдерживают нахождения рядом с ними, и уходят. И нарцисс, как правило, остается один. Поэтому своими манипуляциями вы можете помочь нарциссу социализироваться в обществе. Пускай данная социализация и адаптация будет несколько неприятна для него, но лечение не всегда бывает приятным. Итак, перейдем, наконец-то, к самим манипуляциям. Основная база взаимоотношений с нарциссом строится на том, что это, как правило, недолюбленные дети. И вам придется стать их родителем. Теперь в первую очередь нужно понять, что же такое родители. Родители с точки зрения логики, а мы договорились рассуждать именно с точки зрения логики, родители для ребенка являются в первую очередь ресурсом. Они обеспечивают все, от безопасности до пищи. Поэтому вас, нарцисс, должен видеть ценный ресурс. Поэтому еще раз говорю, повышайте вашу ценность в глазах нарцисса. А сейчас возьмите ручку, листок бумаги. Расчертите два столбца. В одном столбце мы напишем, что вы можете дать нарциссу, какой ресурс вы представляете, а в другом, чем вы можете угрожать и какой ресурс вы можете забрать у нарцисса. И тут важно сказать об угрозах. Угроза ни в коем случае не должна быть явной и прямой. Это не должна быть такая тупая манипуляция по типу «Если ты этого не сделаешь, то я…» По сути, это должен быть весьма веский аргумент. Разберем это на примере той истории, которую я уже рассказывал. Та девушка, что живет с нарциссом, не оформила бы договор на себя, имела бы какую-нибудь сумму про запас, и она бы взяла и ушла. Что бы произошло тогда? Давайте разберем. В первую очередь нарцисс лишился бы финансовой поддержки. Они снимали квартиру вместе. Ему было бы тяжело снимать одному квартиру. Нарцисс решил себе ценного родителя, который опекал и заботился о нем. Подробнее о том, как стать родителем, я сниму следующий видеоролик. Конечно же, если вы мне напишите достаточное количество комментариев, лайков, я увижу, что вам эта тема интересна. Ну и, конечно же, одна из причин, угрозы для нарцисса – это отсутствие секса. Инстинкт секса, конечно же, тут тоже немаловажен. Соответственно, он бы боялся его потерять. Через какое-то бы время он понял, что его не хватает. И, соответственно, уже, возможно, бы он принимал какие-то действия по отношению к этой девушке. Ну, тут еще должны быть некоторые манипуляции. Вообще, список этих манипуляций может быть достаточно длинным. И об этом я хотел бы поговорить в следующем видео. Но напомню как раз, что мне нужна ваша поддержка, мне нужны ваши лайки, комментарии. В следующем видео я планирую разобрать подробно все манипуляции, которые можно провести с нарциссом. И, соответственно, раскрыть уже эту тему более полноценно. Так вот, плавно-плавно я подводил, расчерчивал все важные, так скажем, для нас аспекты. А в следующем видео мы будем уже разбирать не защиту, а атаку. С вами был Medical Fitness, сокращенно МФ. Я его ведущий Крафцев Сергей. Я всех вас жду на своих онлайн-консультациях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровья и благополучия.